Парфюмерные посиделки Парфюмерные посиделки Парфюмерные посиделки Парфюмерные посиделки Ягодно-фруктовые Я думаю Пирамида не имеет ничего такого Чтобы меня отолкнуло Возьму и наверняка не прогадаю Я оказалась права Это туалетная вода Le monstre de Nina Ricci А какой именно это монстрик? Оставлю название внизу И с красной такой пушинкой здесь Я ее сниму Вот сейчас И вот такой небольшой минус Постоянно нужно ее снимать Чтобы нанести аромат Скорее всего Если вы будете пользоваться каждый день То вот в таком виде удобнее Постоянно снимать Надевать вот эту пушинку Аромат Десертно Вкусненький Сладенький Все как я люблю Немножко не серьезно Но есть какая-то интересная Нотка Характер То есть это не что-то такое Поливающее Вот как эскадо Меня немножко разочаровал А этот Немножко цепляет Здесь Что-то такое Сладенькое Вкусненькое Возможно Вот это Пролине Которое здесь есть Оно такое вкусненькое Потому что допустим Есть оно Пролине Вот это в этом аромате Но его почти не слышно Это настолько Полупрозрачный Веднистый аромат А этот чуть более Такой натянутый Но не слишком сладкий Не слишком нудный Приторный Не утяжеляет Я вот его нюхаю У меня слюна Утекается Хочется чего-то такого Десертно-сладенького Съесть Какой-то йогурт Что-ли Такой вот Клубнично Фруктовые Ягоды Какие-то лесные Вкуснотень Есть Пудровая Легкая Такая цветочная Нотка В общем Аромат Не надоедает Я с удовольствием Буду им пользоваться Хотя С другой стороны Ничего такого Особенного Что-то похоже Опять-таки На эскаду Что-то Что уже есть У меня Есть наверняка Похожий аромат Ничем не удивил Но при этом Не разочаровал Ноты у нас Здесь Описание Как я уже сказала Сладкий Фруктовый Свежий Карамельный Фужерный И Ноты Здесь у нас Следующие Верхние ноты Груша Лисчерно-смарулиный Бергамот Лимон Да Он вначале Очень свежо Фруктово Как-то действительно Яблочно что-ли пахнет Потом А вот что интересно Сахарная вата Вот она придает Такого Вкусненького Подтона Этому аромату Дальше у нас Яблоко Пион Роза Жасмин И базовые ноты Сладкие Это Пролине Ваниль Кофе Кумарин Кофе я честно Вообще не услышала Даже забыла Что у нас здесь есть А вот Ванилька Пролине Вот это Сахарная вата Вкусненько Привкусненько Мило Такие вот Впечатления у меня От этого аромата Давайте тогда поговорим О том Аромате Который меня Разочаровал Это то Что я в принципе Ожидала От этого аромата Но получила От Нина Ричи Пляжный Отпускный Такой Мотив На коробочке Эскада Сорбета Роза Лимитед Эдишн И это Туалетная вода У меня 100 мл Это уже Моя Третья Бутылочка Вот такого Аромата Эскада Я раньше Так и хотела Когда была студентка Мне так нравились Сладкие Я Смотрела Просто на цену Думаю 100 мл Сколько там 30 С чем-то 35 38 Очень хорошая цена Думаю Поливашка На лето Да Я буду пользоваться Я не разочарована Прямо так Чтоб Прямо до слез Нет Но У меня был Аналог Замена От Риф Не помню Как он назывался Have Fun По-моему Я закончила его В туалете Попшикивать Потому что Настолько он был Нестойкий И быстро Улетучивался И такой Несерьезный Компот Какой-то Вот Звучит Точно так же Вот правда Очень похоже Но Здесь Будет стойкость Чуть получше Понятное дело Это Все-таки Эскада Качество Неплохое Но вот Если вы искали Что-то Другое Или я думала Что будет Что-то Другое Я В принципе Не нашла То что я искала Это сладко Это сладко Это сладко Фруктовое Такой какой-то Фруктовый салат Какие-то Куча фруктов Если бы Знаете Я покупала Этот аромат Года три назад Когда я только Начала увлекаться Ароматом Я была бы В восторге Это прям Моя история Я люблю такое Акватический Озоновый Фруктовый Свежий Сладкий Легкий Прям Воздушный Я бы тогда Рада была И вообще Не ворчала Сейчас я немножко Уже так знаете Балована Ароматами Этот меня Вот Как-то не удивило Что у нас здесь Верхние ноты Груша Колон Не знаю Что такое колон Транжерин Транжерин Это что-то Из семейства Цитрусовых Мандарин Какой-то Арбуз Водные ноты Клубника Ну не знаю Может где-то есть Но она такая Какая-то потерянная В этом аромате Яблоко Морская соль Кстати Не особо Тиаре Я люблю Гедион Не знаю Что за какой-то Цветок Роза Паралине Мускус И амбра Ну наверное Батта такая Все-таки Легкая Не ужасный аромат Это Какие-то мои Личные проблемы С этим ароматом Похож на Императрицу Знаменитую Что-то такое Вот летнее На другие Аскады Похож Они все как-то Из одной оперы В одном направлении В общем Легкий Ненавязчивый Подойдет Молодым Можно вот так Поливаться Не будет Вонять Нечем Не будет Слишком сладко Приторно Тяжело Прекрасный Аромат на лето Возможно Так и задумываем Вот эти Лимитки Легко Вкусно Но не Первый Утяжелять Никого Ни себя Ни вас Ни окружением Возможно Такая вот Идея Правила Принципы Этих ароматов Ну Тогда да Давайте Поговорим О Вот этой Большой Такой Упаковке Красиво Но немножко Непрактично Занимает место Daisy Mark Jacobs И So Fresh Почему я Взяла Его Я честно Даже Не знаю Увидела Хорошую Цену 75 Миллилитров Это у нас Тоже Туалетная Вода Я люблю Ароматы Mark Jacobs И люблю Вот эти Daisy Линейку Мне все Принципы Нравятся У меня Есть еще Один Аромат Love Чего там Он слаще Намного Это Весна Это Лето Зимой Осенью Он будет Немножко Напрягать В нем Есть Какая-то Такая Рисковатая Цветочная Нота Очень приятная Что-то Мне напоминает Вот в характере Chanel Chance Tender Я не знаю Как он называется Очень похож У него есть Такая Какая-то Нотка Хотя Здесь Богатая Пирамида И думаешь Вау Будет Очень Интересно Необычно Незабываемо Ну Незабываемо Не знаю Он Пудровый Потом становится Приятный Ненавязчивый Хороший Легкий Есть Какая-то Интересная Нотка Цветка Вот Ни с чем Не спутаешь Наверное Этот аромат Но он Не какой-то Инновационный Что-то Уже Похожее Есть Да Приятный Очень Аромат Описание Я уже сказала Пудровый Сладкий Зеленый Цветочный Свежий Цитрусовый Розовый Все так Зеленые ноты Определенно Когда наносишь Так свежо Малина Не знаю Я не услышала Груша Непонятно Гриппрут Вот что-то Наверное Гриппфрут Розовая Мне напомнила О Шанс Шанель Фиалка Личи Яблоневый Цвет Роза Жасмин Вот я люблю Яблоневый Цвет В ароматах Жасмин Понятное дело Базовый Ноты Здесь Мускус Слива Интересно И Вирджинский Кедр Вот Наверное Вот эта Пудровость Деревяшечность Чуть-чуть Появляется Попозже Это Наверное Вот этот Кедр Вирджинский Хочу Поговорить Об этом Аромате Я Очень Долго Гонялась За этим Ароматом Либо Была На него Какая-то Цена Бешеная Либо Он Был Вечно Распродан И тут Я Не Собиралась В принципе Делать Покупку Ароматов Думаю Блин У меня Куча этих Ароматов Зачем Мне Еще Но У меня Была Уже Хотелка Уже В корзине Уже Куча Ароматов Лежала И тут Я Что-то Просматривала Вижу Этот Аромат По Хорошей Цене Наконец-то Появился Я Думаю Нужно Брать Нужно Брать Я Буду Жалеть Как Я На него Вышла Я Не Не знаю Как Случайно Нашла И Мне Понялась Упаковка Что-то Такое Немножко Тумач Наверное Игриво Но При этом Стильно Тяжелый Такой Прекрасный Флакон Как Многие У Армав Или Арабских Брендов Вот такая Вот крышка Здорово Богато Все И она Такая Магнитная Ну Приятно Держать В руках Видеть На своем Каком-то Столе Косметичном Или Где На комоде Все Стильно Я не знаю Почему Но я Подозревала Я как-то Чувствовала Я знала Как он будет Пахнуть И я не ошиблась Это Белоцветочный Стильный Офисно Чистый Но при этом Недостаточно Какой-то Сдержанный Строгий Отталкивающий Нет Я не очень люблю Такие ароматы Люблю Когда у них Что-то такое Чувственное Есть Не сладкий Нет Но он Ну а все Меня устраивает Когда только Наносишь Он кажется Немножко Шашаренький Такой Грубоватый Шипровый Что ли Немножко Такой Строгенький Но через час Как же он Красиво Раскрывается Это цветы Белые 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 Это в стиле Pure Poison Это в стиле Le Parfum L'Isabe Это Вот это Что-то похожее Но не прям Сто процентно Жемчужинка Вот это Rare Perils От Avon Это в том направлении Белые цветы Что-то похожее Возможно Даже чуть-чуть Слегка На Pure Mask Если вы любите Такие белые Чистые Невинные Цветы Это может быть И офисный аромат Это может быть Невесты Аромат Свадебный Уместный И зимой И весной И летом И осенью Он сам по себе Самобыточный Но вот в стиле Как я уже назвала Вот этих ароматов И мне он нравится Даже в какой-то мере Чуть больше Чем Pure Poison Он классный Сам по себе Но этот более цветочный Он такой нежный Он такой Косметично-пудровый Я в восторге Я балдею Он очень стойкий Я нанесла на рукав Одежды одной Два-три дня Богоухал Я вот так принюхалась В общем он меня Не оставляет Торнодушный Как вы уже поняли Описание простое Белые цветы Цитрусовый Амбровый Наверное Вот это чувственность Такая немножко Амбровость Что у нас здесь Жасмин Нироли Мандарин Все люблю Средние ноты Жимолость Тубероза Ландыш Возможно вот это Рисковатость При начале Вот такая строгость Вот это возможно Ландыш Вот все цветы А база у нас Амбра Мускус Пачули Пачули здесь Приятные Легкие Мягкие Не конфликтующие Я с Пачули Я хотела Я хотела Розовый Который Он мне показался Рисковатый Какая-то Вишня Которая Мне не очень нравится Я люблю Такую фруктовую Сладкую Сочную Вишню А здесь Она была То ли в пачулях Каких-то То ли в чем-то Таком Бушистом Не моем Но Я его Поносила Он Усаживался Начал пудреть Цветочки Какие-то Повылазили Окей Все нормально Можно носить Некоторые Слышат его Очень сладким Я не знаю Ну вот Приятный Фруктовый Сладкоцветочный Самобытный Не знаю Мне кажется Что-то уже Такое Похоже Есть Он Не какой-то Оригинальный Не какой-то Революционно Необычный Слава богу Я к нему Немножко Притерлась Приноровилась Можно носить Весной Летом Наверное Окей Окей Аромат Но Не самый Любимый Из этой Подборки Это Сладкий Ванильный Ореховый Не знаю Вишневый Да Лактонный Мягкий Пряный Вот Мягкая Пряность Вот Меня Она Немножко Так Смущает Здесь У нас Вишня Розовый Перец Возможно Вот этого Перца Многовато Цветок апельсина Я обожаю Пролине Ваниль Вот Ваниль И пролине Я как-то Плохо Слышу Я люблю Пролине Но Оно Здесь Такое Душистое Мне кажется Вот этим Пачули Пачули Здесь Пачули Есть Нету Здесь Пачули Я думаю Что это Все-таки Перца Замного Для моего Вкуса Положили Поэтому У меня Он так Аромат Который Я купила По Восторженным Отзывам Маши Мы Меняемся Часто Ароматами Отливантами И Она Показывала Этот аромат По-моему В каких-то Весенних Ароматах Либо Что-то Вот Что-то Весной Это Воскаль Марабита Уважаю Этот бренд Стойкость Неплохая И Это Прям Моя История Pearl Precise Precise Не знаю Precise Мне почему-то Хочется сказать по-английски Но это наверняка Неправильно Какой же Это Нежный Флакон Прям Звучит Аромат Как Вот этот Флакон Розовый Легкий Утонченный Девичьи Не знаю Вот Мне почему-то Ассоциируется Что-то Такое Более Молодежное Весеннее Летнее Это Классный Аромат Но Мне Он Немножко Ну Не ретровый Но Вот Что-то Такое Было У кого-то Слышало Что-то Похожее Не знаю Девяностые Двухтысячные В моем окружении Что-то Похожее Я уже Встречала Это Цветы Цветы Какие-то Такие Мыльные Это Какой-то Шампунь И Это все Звучит Приятно Очень приятно Меня ничего Не смущает Но Когда я нанесла Опять-таки На одежду И У меня Долго Мусолил Под носом Как-то Мудел Чем-то Не знаю Какой-то Нотой Здесь Что-то Какое-то Либо Лилия Либо Ревень Ревень Как правильно Не знаю В общем Что-то Здесь Есть такое Что меня Прям Немножко Задевает Скажу Скажу Что-то Прям Отталкивает Что-то Мне Не Нравится Нет Ну Вот Некая Такая Несовместимость У нас Есть Это Розовый Очень Розовый Фруктовый Тубероза Зеленый Белый Цветы Сладко Цветочный Акватичный Цитрусовый Мускусный И Здесь У нас Опять-таки Ревень Ревень Груша Мандарин Роза Тубероза Тубероза Как-то Я не знаю Наверное С другими Нотами Как-то Она здесь Теряется Не такая Яна Если вы не очень Любите Водяная Лилия Возможно Это она Так интересно Пахнет Мускус И ваниль В общем Все простенько Понятненько Нежно Возможно Как-то Я к нему Принороблюсь Не знаю Не ужасный Аромат Он Пахнет Парфюмерно Косметично Возможно Даже какая-то Душка косметики Такая Может быть Могу себе Представить Интересный Аромат И я Не пожалела Что я купила Он недорогой Последний аромат Увидела У другой У моей подруги Скажем так Мы Комментируем Видео Смотрим Поддерживаем Тур друга И я Тоже Случайно Где я нашла Он тоже У Маши Под видео В комментариях У нее тоже Много ароматов Как бюджетных Так и Каких-то Люксовых И она Любит вишню Наташа Наташа Привет тебе Она любит вишню В ароматах И именно Вот такая вишня Мне нравится Тоже Как в ее вкусе Она очень хвалила Вот этот аромат Я давно На него Посматривала Какой-то волос Думаю Блин Прада Не знаю Дороговато Если возьму Мне понравится У меня бывали Мимо попадания С вишней Это Кэнди Глосс Я люблю Вот эти Кэнди Линейки Это уже Мой Второй Аромат И я пробовала Тоже Оригинальный Кэнди Нет Немножко Мое И как-то звучит Он старомодненько Какая же красивая Упаковка Нежно-розовая Казалось бы Что здесь Вишня есть И ему бы Подошел Оттенок Такой Более темный Розовый Но более Такой темный Можно даже Бордовый Но нет Он звучит Реально Очень легко Очень фруктово Все Как мне нравится Моя любовь Это Та вишня Которую Я искала Нашла Это сладко Это фруктово Вкусно Коктейльно Чего Меня не смущает В этом аромате Я досталась Довольна И Качество Стойкость Ароматов Прада Тоже на высоте Можно брать Если вы любите Вишенку И Если сравнивать С фруктовыми Ароматами Аскада То этот Плотне Интенсивный Насыщенный Этот аромат Описывается как Сладкий Вишневый Миндальный Фруктовый Ореховый Ванильный Пудровый Ореха Я здесь Не очень слышу Миндаля Тоже Но возможно Миндаль Дает Вот эту сладость Такую Приятную Десертную Этому аромату У нас Здесь Вишня Лист Черной Смородины Персик Роза Цветок Абезина Афбазе Ваниль Миндаль Бензоин Гелиотроп Мускус Все Прекрасно С этим ароматом Мне он Очень нравится И у меня Есть еще Один Аромат Который Называется Sugar Pop Тот аромат Это просто Лимонный Пирог Какой-то Лимончелло Сорбет Вкусно Привкусно А это Тоже Очень 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 Вкусно Кэнди Конфетно Но Вишенка Вот такие Флаконы Ароматы Я довольна В принципе Всеми ароматами Какой-то Более Какой-то Менее Но Слава Букой Каких-то Провальных Каких-то Разочарований Жестоких Не было И я Очень Этому Рада Я Обдуманно Очень Долго Подхожу К выбору Ароматов Покупки Их И Если Вам Были Мои Отзывы Полезны Вы Что-то Для Себя Узнали То Ставьте Просто Лайк Возможно Комментарий Я Буду Благодарна И Увидимся В моем Следующем Виде Пока Пока